Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть Нок-Нок. И мы находимся где-то недалеко от конца, потому что посмотрите на полоску нашего разума. Она довольно в печальном состоянии. Теперь нужно пережить эту ночь, посмотреть в процессе, что с нами будет, когда эта полоска кончится. Я, честно говоря, не знаю. Возможно, игра прекратится. Возможно, всё будет нормально. Да ладно, давайте это оставим на потом и сейчас просто попытаемся выжить. Так, это нам не особо полезно. Давайте для начала мы рассветим всё вот здесь. Так, где-то девочка появилась. А вон она в дальней комнате. Сейчас мы... Так, ну-ка. Ну, судя по всему, ничего хорошего, потому что очень долго уж он вспоминает. О-о-о-о. Да. Это было ожидаемо. Хорошо, погнали сюда. Самое главное, запомните закрытые двери до того, как по ним прошли монстры. Нельзя открывать. И то же самое с порталами, с этими непонятными. Когда глаз появился, но оттуда не вывезло ещё какое-то либо существо. Лезть и пытаться закрыть его бесполезно. Ты просто попадёшь в этот проклятый мир. В тёмное место. Так, есть чё? Да что ж мне так не везёт-то сегодня. Короче говоря, последний уровень. Хардкор. И я надеюсь, что его в наушниках. Потому что, несмотря на то, что это просто попросту интересно, это ещё и реально дико страшно. Под последний уровень уже пошёл какой-то дикий челлендж. И находиться здесь довольно сложно. То есть, постоянно подпираются обеих сторон дверями. И не знаю, что же делать. Я пока что, кстати, на удивление спокойно. Есть чего? Ничего. В комнате с картинами кто-то поселился. Нужно дать ему выпустить монстра, а после этого давить. Так, что у нас тут? Опять какая-то бесполезная лажда. Отлично. Тихо. Вот тут дверь пока противопоказана открывать. А сверху лазит что-то нехорошее. Так, супер. Могу ли я открыть эту дверь? А вот чёрт его знает, давайте не будем спешить. Да что вы говорите, фу ты ну ты. На самом деле у меня довольно много ещё времени. О, как мне везёт-то. Вот теперь времени осталось чуть-чуть, и я могу запросто продержаться в этих комнатах. Хотелось бы, конечно, до тут добраться. Чёрт его знает. Стоит, нет, рискнуть. Ух, твою мать. Давай играть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, они со всех сторон. Снизу какая-то хрень. Она видит меня и сразу двигается сюда. Не надо. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть придержаться. Давай, давай, родной, вспоминай что-нибудь хорошее. Замечательная вешалка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, почти, почти, почти. Я буду тут держаться. Это просто пипец какой-то. Ну не знаю, полоска кончилась. Игра вроде продолжается. Утро настало. В этой игре нужно двигать время вперёд. Чем быстрее она закончится, тем лучше для всех. Окей, я так и стараюсь сделать. Хорошо, похоже, это предпоследний сейчас у нас уровень будет. Мы будем смотреть на дом. И после этого у нас будет последняя ночь. На самом деле мы очень влёгкую справились с этим уровнем. Нам повезло. Так, мы можем... Он уже практически вообще дошёл. Хорошо, я понял. Так, ладно, нам можно идти сюда. Давайте мы сначала сходим туда и попробуем ещё подчеркнуть немножко информации по поводу того, что же это за место такое. Ох, секунду. Ну ладно, мы не будем обращать внимания, да? Пусть звонит, кто там звонит. Я не знаю, последние серии по кнок-кнок, они какие-то просто-просто непонятные. Впервые была объявлена о комиссиях осенью, спустя полгода после волнений. Подавалось всё это как народная инициатива. Во дворе нашего дома собрались жители. Никто ничего не понимал. Волновались, кричали, гадали, во что это всё превратится. Слухи были самые разные. Я, кстати, это уже слышал. То есть не слышал, а читал. Странно. Повторяется, что ли? Хорошо. Я, честно говоря, не думаю, что мы что-то хорошее найдём. Сейчас ещё парочку комнат проверю. Если что-нибудь вылезет, то вылезет. Если не вылезет, то пойдём сразу в лес. Да. Похоже, ничего и не будет. На. Закрыто. Полезный. Никого не хочу видеть. Никого. Комната, конечно, дофига. Там на самом деле наверняка что-то есть очень крутое. Но неважно. Может тут что вылезет хотя бы. Две такое ощущения, что одинаковые комнаты. Вот эта вот и справа от неё. Вообще какие-то бесполезные. Ну, по сути, кстати говоря, и да. Так и есть. Странно это всё. Хорошо. Водолазный шлем. Он всегда тут лежал? Потому что я его только сейчас заметил. Хорошо. Это что-то новенькое. Что это такое вообще? Что за иероглифы? Какое вообще? Давайте попродим по этому лесу. Это интересно, по-моему. Я правда не думаю, что мы... Что-то хорошее найдём. О, значок Wi-Fi справа. На деревьях что-то. Очень странно. Погуляем, посмотрим. Возможно, здесь и правда кто-то обитается. Потому что что-то вот сейчас вот мне абсолютно спокойно в этом лесу. И я уверен, что баба их здесь нет. Это очень странно, но это сложно объяснить. Тишина какая-то негнетущая. Эти значки, по сути, они... Что? Андрей Сареев, 9 мая. Пятница, Вектор. Хм, это можно читать как-то? А, подожди. Так это... Так это разработчики игры? Тайрендер, Септембр 11, Турсдэй. Хорошо. Это титры своеобразные, что ли? Ты посмотри. Реально. Ладно, давайте попробуем ещё по лесу. Сможем ли мы выбраться отсюда? Теперь я уже начинаю сомневаться. Но, судя по всему, это одна из концовок. Потому что... Ну, что тут ещё скажешь? Идут титры. Дальше нам, в принципе, не продвинуться, судя по всему. Если только начинать с самого начала. Хорошо. Да, что-то есть такое ощущение, что... И нет ничего тут. Так, а это что такое? Джейми Хоуп. Чукоба. Как в Final Fantasy, что ли? Хе-хе. Так, ну да, судя по всему, сколько ни бегай, на самом деле, больше ничего особо и не найдёшь. И что я хочу сказать? Ух ты, ключик какой-то. Это было интересно. Это было увлекательно. Но это было понятно, что при этом очень примитивно и поверхностно. Потому что концепция, несмотря на то, что на бумаге выглядит она отлично, уже при непосредственном геймплее довольно быстро разрушается. Всё именно, в первую очередь, благодаря геймплею. То есть, он, по сути, примитивен. И если бы его сделали чуточку более глубоким, и отошли бы вот от этого зажигания лампочек в доме и воспоминаний каких-то непонятных в сторону, я не знаю, больше интерактивности, больше какой-то там возможности раскрыть тайну. То есть, чтобы реально ты проводил какие-то действия в доме, кроме включения этих лампочек и ещё что-то в этом духе. Геймплей убивает всё, но при этом даже в таком виде игра крайне приятная. В неё было интересно играть. Несмотря на то, что в игре две концовки, мне, честно говоря, абсолютно пофиг, что там кроется в других концовках. Потому что, по сути, повторюсь, не в сюжете дело, и сюжет здесь вообще никакой. Ну, то есть, он в принципе неплох, но он как-то очень слабо коррелирует с тем, что есть в геймплее. И геймплей тут тоже так себе. Здесь, в первую очередь, игра чем цена, так это атмосферой. Она дарит именно незабываемые эмоции, в первую очередь от того, что ты понимаешь, что именно ты управляешь этим крутым мультиком. И что от твоих действий зависит, что произойдёт вот с этим персонажем на экране в ближайший момент. И несмотря на то, что это тоже довольно примитивно и поверхностно звучит, в итоге получилось довольно приятно. Я не жалею ни об одной минуте из того, что мы провели в этой игре. Надеюсь, вам тоже понравилось. Возможно, мы бы там прошли ещё один уровень, если бы полоска жизни у нас не потратилась так быстро. Но, я думаю, даже в этом смысле это бы ничего не решило, по сути. То есть, банально, ещё бы один уровень, прятались бы от монстров и посмотрели бы какой-то другой мультик. Который, насколько я знаю, все идут секунд по пять, так что смысл-то... В принципе, вот такие дела. Спасибо вам за то, что потратили время на просмотр этих серий. Было весело. Было весело читать комментарии. Было весело обсуждать вообще. Смотреть, как кто с кем спорит там по поводу той или иной части игры. То есть, вполне неплохо получилось. Надеюсь, вам тоже понравилось. Блин, я уже сговорился. В общем, увидимся в других прохождениях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok